новый автомобиль из китая который уже успел стать хитом в россии благодаря идеальному соотношению внешнего вида характеристики отличного качества это джили манджара с вами автосалон про тюнинг меня зовут игорь поехали как по мне это китаец версии 3.0 объясню почему изначально возможно кто-то помнит что в китае выпускались автомобили лет примерно 10-15 назад которые копировали уже устоявшиеся известные модели это были хама 3 она же mazda тройка zotia t600 это был volkswagen touareg и так далее в общем китайцы делали полностью сами автомобили не разрабатывали что-то новое а просто пытались скопировать уже устоявшиеся интересные модели машин но получалось честно говоря так себе потом у нас пошла эпоха автомобилей их марки хавал джили донг фэнк это были вот например хавал f7 f7 x там уже привлекали сторонних экспертов инженеров дизайнеров и так далее это уже стало более похоже на машину но при этом оставались все равно вопросы некоторые несмотря на то что автомобиль был очень популярен в россии и вот сегодня уже китай настолько вырос что он просто скупает целые компании вот джили выкупила volvo полностью представила нам совместное детище своего автоконцерна это джили манджара самое большое опасение ранее возникало при покупке китайских автомобилей то что там стоят ненадежно непроверенные агрегаты мотор коробка и так далее здесь уже все у нас стоит изученная давно известно это мотор производства volvo и 8-ступенчатый классический автомат то же самое у нас от компании volvo эти агрегаты уже прошли в их моделях более 300 тысяч километров без особых неисправностей все-таки все знают что такое надежность volvo и все известно в плане работы данного автомобиля все его нюансы и так далее ну и тем более есть уже запчасти поэтому можно спокойно покупать данный автомобиль и не бояться что у нас что-то случится с подкапотным пространством то что у нас там находится под капотом у нас рядная четверка 2 литра бензиновый на турбине который выдает 238 лошадиных сил достаточно хорошо везут данный автомобиль несмотря на то что вроде бы казалось мощность у нас не особо большая по городу более чем хватает данного мотора и еще одним большим плюсом будет то что этот автомобиль построен на платформе cmi на ней же строится у нас некоторые модели volvo и gilet to gel поэтому о надежности здесь точно не стоит беспокоиться ну и немножко про внешний вид этой машины в принципе очень большое сходство есть с передней части с моделями volvo благодаря решеткой смотрится здесь это очень эффектно сделана она такой вот объемные с вертикальными ламерами здесь же мы видим то что у нас стоит камера переднего вида она у нас относится к круговому обзору очень полезная функция в автомобиле таких размеров чтобы было удобно парковаться в абсолютно любых местах понимать что у нас находится вокруг в принципе видеть машины чтобы не нажать ни на какие препятствия все-таки будет немножко обидно если мы новый автомобиль где-то поцарапаем на парковке здесь об этом не стоит беспокоиться сама передняя часть машины выполнена эффектно благодаря вот этим вот вставкам из хрома на боковых частях которые у нас переходят в центральную ту же самую часть этот молдинг и вот так вот образует единое целое смотрится эффектно и очень сильно и как это сочетается с фарами которые здесь стоят посмотрите на эти элементы дыха которые стоят у нас в два ряда разделены на три секции и между ними у нас установлены диодные модули которые выполняют собственно функцию основного света такой вариант это самое прогрессивное технологичное решение на сегодняшний день который вам обеспечит идеальный свет абсолютно в любых условиях будь то дождь снег просто ночью будете ехать это далеко не самая сложная задача для этих фар эта машина в максимальной комплектации здесь у нас стоят 20 литые диски очень красиво и эффектно сделаны потому что они у нас окрашены в графитовый цвет матовый лак и еще сверху у нас сделана про . алмазная и тем самым у нас весь хром который имеется на кузове очень хорошо считается с этими дисками переходим далее зеркала очень большие удобные ориентироваться в них легко у нас здесь же имеется индикация слепых зон если вдруг сзади у нас имеется автомобиль в зоне которую мы не видим и вот такой вот красивый молдинг который переходит в оконный молдинг тоже нам добавляет объема расширяет немножко так база автомобиля выглядит очень эффектно бесключевой доступ у нас имеется на передних ручках дверей сверху здесь же мы видим панорамную крышу от переднего ряда вплоть до заднего чуть попозже тоже про нее расскажу когда будем смотреть на салон этой машины и еще один бонус это рейлинги которые у нас стоят на крыше если вдруг вы захотите перевести с собой еще больше вещей несмотря на то что автомобиль достаточно вместительный сверху можно будет до установить багажную систему немного про заднюю часть этой машины ну во первых у нас здесь имеется очень эффектный стоп-сигнал который протягивается от левого до правого крыла он идет цельник видите вот такая вот единая линия которая подчеркнута еще и хромированным молдингом тоже по всей ширине стоп-сигнала и снизу у нас как помните спереди были вот такие вот клыки из этих молдингов то же самое добавляется и на заднем бампере машина полностью как и спереди так и сзади цельная по дизайну это очень классно когда продумывает все до мелочей сочетая друг с другом здесь же мы видим еще и камеру заднего вида она же камера кругового обзора но к сожалению здесь нет у нас омывайки и иногда нужно будет ее протирать чтобы она не пачкалась чтобы было полностью видно что у нас находится сзади автомобиля и еще в заднем бампере стоят парктроники то есть помимо изображения мы будем понимать еще и расстояние до препятствия которое нас окружает также в переднем бампере у нас тоже есть система парктроников как я говорил запаса под педали у нас вполне достаточно на машине можно очень динамично обгонять другие машины в потоке я думаю даже на трассе в принципе этого будет вполне хватать ну еще одна из интересных особенностей у нас здесь присутствует полноценный адаптивный круиз-контроль ведет себя он достаточно уверенно предсказуемо то есть можно спокойно его включать и автомобиль будет сам абсолютно держаться в полосе единственное нужно будет просто иногда касаться руля все-таки полностью автопилота у нас здесь пока что нет мы проехались по городу на этой машине на круиз-контроль адаптивном она полностью может сама останавливаться после этого она может стартовая то есть не нужно будет заново включать тот самый круиз-контроль но самое главное чтобы просто у нас было хорошо видно разметку ну и в принципе чтобы она присутствовала на дороге в остальном можно полностью положиться на эту систему даже если машина спереди будет резко тормозить проверено все отлично есть один нюанс по поводу езды на этой машине как мне кажется она не идеально предназначена для высоких людей потому что я сижу с моим ростом 187 сантиметров руки находятся немножко далековато хотелось бы все-таки поближе выдвинуть он уже в максимально близком положении настроен а ноги немножко сильно сжаты в колене то есть принципе если люди с небольшим ростом это будет идеальный вариант но даже если у вас высокий рост спокойно может быть привыкаться потому что сидение здесь очень комфортные и удобные настраиваются тоже большом количестве положений нижняя часть у нас регулируется по наклону поэтому в принципе это простительно и кстати если вы хотите точно убедиться подходит ли вам данный автомобиль вы можете взять его в тест-драйв в нашем автосалоне противник поэтому обращайтесь а сейчас мы посмотрим что у нас находится снизу джили манджара спереди у нас установлена опциональная защита единственный только момент что она у нас фетровая не знаю как это будет на будущем сказываться при езде на автомобиле но плюс в этом будет тот что у нас не будет так сильно шуметь все что прилетает в защиту камушки и песок и так далее в принципе как бы в этом есть тоже свои плюсы спереди у нас классическая подвеска макферсон при этом у нас шаровая опора она заклепана в кулак поворотный как бы тоже в обслуживании немножко сложнее потому что если вдруг что-то случится нужно будет менять полностью сборы рычаг и тут же видно как раз таки и тормозные суппорта они у нас идут однопорщневые спереди достаточно большой такой прям суппорт мы в принципе на езде когда мы ездили на этом машине проблем каких-то с тормозами вообще не ощущалось то есть ей в принципе этого вполне хватает далее что можно сказать по днищу автомобиля тут у нас присутствует антикор в большом количестве видно что у нас очень толстый слой нанесен но я бы посоветовал дополнить его у нас на тюнинге можно сделать нанесение дополнительного слоя защиты потому что имеются места открытые где у нас просто загрунтованный металл то есть ладно как бы на лонжеронах сюда у нас сильно не летит весь пескоструй но вот если мы посмотрим на кромку порога ее внешняя часть у нас в антикоре а уже полость которая заходит внутрь у нас видно здесь чистый герметик и тот же самый собственно грунт а это как раз таки угол куда у нас прилетает весь мусор вся пыль вся грязь которая идет из-под колес поэтому это можно сделать в нашем филиале переходим далее посередине у нас весь центральный тоннель в тепловых защитах ну естественно потому что здесь у нас находится выхлоп а за ним кардан так автомобиль полноприводный естественно у нас эта деталь присутствует с редуктором вместе и что примечательно автомобиль может перераспределять крутящий момент с задней на переднюю ось вплоть до соотношения 50 на 50 это очень хорошо сказывается на управляемости на зацепе но этот прям такое эталонное значение сзади установлена многорычажная подвеска тут у нас стандартный тип амортизатор отдельно пружина отдельно стоящий на рычаге в принципе это тоже у нас хорошо сказывается на управляемости на то что многорычажная подвеска как я и говорил при езде машина достаточно уверенно стоит на дороге и сзади стоят тоже на собственно дисковые тормоза с однопоршневым суппортом и еще одна деталь то что сзади у нас видите тоже есть защиты как слева так и справа на машине тут у нас стоит бензобак очень хорошо то что это не самая нижняя крайняя точка и плюс у нас еще и защищен и стоит собственно высоко так что по поводу его безопасности если вы будете ездить по бездорожью можно будет не переживать на этой машине я думаю это можно будет спокойно сделать благодаря полному приводу и распределению момента 50 на 50 переходим в багажник у нас здесь во первых как видите имеется шторка которая закрывает все вещи которые будете перевозить с собой отделяет так сказать багажное пространство от салона что тоже очень приятно что уже из заводы и тут есть две интересные коробочки в первой коробке у нас находится очень важная деталь абсолютно для каждого автомобиля которая здесь уже идет по заводу она идет в комплекте это штатный видеорегистратор то есть вы можете просто снять свою панельку где у вас находится зеркало заднего вида вставляете вместо нее вот это вот модернизированную уже состроенные камеры и просто подключаете все к штатному штекеру можно сделать все это своими руками никакой сложности в этом нет потому что у нас здесь все на простых защелках снимаете ставите новую подключаете и у вас уже есть видеорегистратор не нужно будет заморачиваться по этому поводу потому что это уже положили комплект и 2 вот такая презентабельная коробка вне у нас находятся ключи но они лежали когда автомобиль только к нам приехал в таком вот бархате все очень дорого и приятно выглядит и теперь про сам багажник во первых здесь достаточно большое количество места чтобы перевести абсолютно все что вам необходимо слева у нас имеется дополнительный такой кармашек в котором можно положить вещи чтобы они у нас не катались по багажнику также с левой стороны у нас находится прикуриватель на 12 вольт для зарядки техники которые вы будете перевозить с собой открываем подпол который здесь двойной во-первых в верхней его части можно будет хранить вещи которыми вы не особо часто пользуйтесь чтобы они у вас не занимали основное пространство багажника и у нас здесь же находится знак аварийной остановки и открываем уже сам основной подпол в котором находится запасное колесо и комплект для его замену стандартно домкрат ключи чтобы открутить колеса в принципе самый такой основной стандартный набор даже чуть больше чем имеется в других автомобилях ну и поговорим немножко про салон этой машины у нас здесь имеется целых три экрана на переднем ряду один из них это электронная приборная панель едва это экраны мультимедиа совмещенные друг с другом объединенные под одним стеклом смотрится очень эффектно и красиво про саму приборную панель естественно у нас здесь имеется вся необходимая информация тут же у нас показывается информация по адаптивному круиз-контролю про который я рассказывал машина видит другие автомобили в потоке различные препятствия мотоциклистов разметку и так далее все это у нас здесь выводится на экран ну естественно вся остальная информация необходимо для передвижения у нас здесь есть а в экранах мультимедиа со стороны водителя у нас есть опять же все что необходимо в принципе стандартно для всех современных автомобилей экран главный на котором раз показывается навигация и все необходимые функции допустим подключение телефона радио и быстрый доступ приложениям и тут же мы можем выйти в меню в котором у нас имеются приложения штатные из них же мы можем включить опять же ту же самую музыку поменять анимацию оформление включить настройки в зайти в маркет чтобы установить другие приложения и так далее сейчас это все кстати на китайском языке но опять же ничего страшного потому что мы уже умеем русифицировать эти машины и при покупке с этим проблем не возникнет потому что вы можете дополнительно заказать данную услугу на ваш автомобиль здесь же у нас стороны водителя имеются естественно настройки автомобиля и коих тут немалое количество и регулировка климат-контроля который здесь двухзонный спереди собственно и сзади и отсюда же с этого же меню можно включить обогрев либо вентиляцию передних сидений про сами сидения можете обратить внимание насколько красиво это сделано у нас идет алькантара такого зеленого цвета под стать как раз таки цвету окраски этой машины и своя собственная перфорация возможно вы видели то что у других машин делается перфорация вот эти вот отверстия в материалы обши там сидение либо там другой какой-нибудь элемент она идет ну стандартная то есть на равном расстоянии у нас все эти отверстия тут же она сделана таким вот очень красивым узором эффектным что выделяет как раз таки показывает нам особенно стиль и подход дизайнеров к отделке салона сами сидения перешиты достаточно качественно и алькантара и эко-кожа которая здесь сделана приятные на ощупь прошиты контрастной строчкой такого золотистого цвета который у нас перекликается с элементами салона ну в общем сделано действительно на высшем уровне это же зеленая алькантара и этот же цвет у нас повторяется не только на сиденьях но и на нижней части проприза у нас идет такая же алькантара зеленцой золотистая нитка и вот эти вот краски элементы пластика окрашены в такой же цвет смотрится как по мне очень эффектно напоминает серию cerium grey на бмв для тех кто знает еще раз зеленый цвет у нас повторяется на руле на его внешней части потому что он у нас обшит из двух частей как на range rover возможно вы замечали внутренняя часть руля у нас идет из одного куска кожи она у нас здесь черная и внешне собственно тот самый зеленый цвет а прошита это все естественно золотистой ниткой слева на руле стандартное управление круиз-контролем до адаптивным и справа управление мультимедиа системой громкостью голосовым помощником и так далее и еще у нас здесь же есть проекция на лобовом стекле куда у нас выносится вся информация скорость знаки круиз-контроль включен у нас или нет и так далее то есть у нас показывается и можно не отвлекаться от дороги переходим далее на нижней части центральной консоли у нас находится самые основные кнопки которые нужны это естественно регулировка климат-контроля дополнительно не только с экрана можно это все делать и кнопки обогрева лобового стекла и заднего под ней находится очень удобная ниша под телефон она находится у нас под таким наклоном вниз то есть если вы складываете сюда ваше устройство они точно отсюда не выпадут ни при каких условиях и чуть ближе находится еще одно место для мелких вещей можно пример сюда положить ключ от автомобиля рычаг переключения передач у многих возникают к нему вопросы почему потому что у нас нету здесь никакой кнопки как все привыкли на автомобилях то что мы зажимаем кнопку нажимаем тормоз и включаем drive либо задней передачи и так далее тут у нас все это выполняется двойным нажатием на сам рычаг в принципе поначалу как и все говорят может вызывать вопросы но если вы будете ездить постоянно на данном автомобиле он будет у вас как основное то в принципе к этому привыкаешь буквально за день максимум 2 справа у нас находится шайба регулировки режимов езды коих тут много и эко режим стандартный спорт режим езды по снегу песку в общем все что нужно в любой ситуации этот автомобиль умеет делать чуть ниже два подстаканника спрятанные за шторку и есть у нас еще и подлокотник с дополнительным местом под различные вещи которые будете привозить с собой теперь перемещаемся на задний ряд а еще спереди у установлены двойные стекла которые очень хорошо поглощают весь шум и в принципе машина в общем очень тихая получилось для своего ценового сегмента поэтому это еще добавляет нам комфорта при передвижении вот что меня сейчас наверное больше всего удивило это то насколько здесь просторный задний ряд посмотрите я сейчас сижу у меня большое количество места еще от коленей до сиденья это при том условии что когда я вышел сиденье водителя сдвинулась назад то есть место здесь просто огромнейшее количество абсолютно даже для всех тут у нас имеется подлокотник с двумя подстаканниками две зарядки стандартной usb 20 под ними у нас еще есть небольшая полочка для мелких вещей и отсюда же экранчик небольшой регулировки климат-контроля здесь мы наслаждаемся вот этим видом прекрасных панорамы который заканчивается прям за мной плюс еще и потолок у нас перешит в алькантаро в общем сделано все действительно очень классно и приятно я сейчас наверное скажу банальные вещи но джили манджаро это один из лучших автомобилей из китая за свои деньги мы сами посадите у нас хорошее качество шумоизоляции проверенный надежный двигатель с коробкой которых вполне хватает да это не спорткар но 240 лошадиных сил это то что нужно для городского использования и не только в салоне у нас очень хорошие материалы кожа алькантара все очень интересно красиво сделано продвинутые системы мультимедиа радары камеры адаптивный круиз-контроль который очень хорошо работает и очень эффектный дизайн как снаружи так и внутри у нас сейчас большое прибытие этих моделей в максимальной комплектации по очень вкусной цене обязательно обращайтесь наш автосалон в городе краснодар на улице российская 263 чтобы приобрести свою мечту изумрудного цвета не забывайте что мы можем отправить эти автомобили по всей россии и тем более у нас есть автосалон в городе москва и спасибо вам за 10000 подписчиков у нас круглая цифра на канале подписывайтесь дальше ставьте колокольчики пишите комментарии ставьте свои реакции на это видео спасибо за просмотр!